Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Много видео у меня выходит о материалах, которые я использую в работе. Но давно не было видео о фрезах. И мне в комментарии даже подписчица написала, чтобы я ей подсказала, где беру фрезы. Правда, она еще просила подсказать бюджетные фрезы, но обо всем по порядку. Сразу скажу, что в основном я заказываю фрезы для работы с интернет-магазином Ислитский Нейл. Это один из самых крупных магазинов, которые продают фрезы. Просто громадный выбор фрез и всякого рода насадок для любых целей мастера. Я заказала вот такую твердосплавную фрезу Конус, ее еще называют Кукурузка. Фреза бренда HD Фреза, одного из самых крупных известных брендов премиум класса. Эта фреза имеет синий пояс, то есть она средней жесткости, и она реверсивная. Это значит, что можно изменять направление вращения, и фреза будет одинаково хорошо работать. Фреза, как сразу можно заметить, имеет очень красивый и необычный цвет. Клиенты сразу отметят внешний вид фрезы, они любят всякие новинки. Фреза с нанесением нитрит титана, это технология Long Life, то есть долгая жизнь фрезы. Это покрытие продлевает срок службы фрезы, и также фреза меньше нагревается во время работы, и соответственно клиенту не причиняет никакого дискомфорта при снятии. Сегодня посмотрим на работу этой фрезой, тем более, как вы поняли по заставке, ручки сегодня у меня сложные, и придется хорошенько потрудиться. Снятие старого материала, это, конечно, замечательно, это важный этап, но не менее важный этап это маникюр, а именно вычищение птериги из-под кутикульного кармана и поднятие кутикулы для среза. И вот такую фрезу вы видите практически в каждом моем видео. Я долго искала для себя фрезу, как и большинство из вас смотрело блогеров, заказывала кучу фрез, но красное пламя слишком мягкое по абразиву для большинства моих клиентов, для я слишком долго с ним сижу, вожусь, вычищая птериги. А синее пламя грубовато, и я часто им ранила клиентов и перепиливала кожу. Менеджер магазина Мыслицкий Нейл порекомендовал мне попробовать эту фрезу, и теперь я без нее никуда. У нее хоть и синий пояс, но абразив мягче, чем средний. По абразиву фреза что-то среднее между красным и синим поясом. Ну и сама форма фрезы, что-то среднее между пулей и пламенем, то есть не такое длинное, как пламя. Подъем к наиболее толстой части фрезы небольшой, это дает возможность очень просто приподнять кутикулу и очень быстро с этим справиться. Далее реже в кадре, но все-таки бывают фреза пламя с тупым носиком. Эту фрезу я использую на проблемных руках, на руках, с которыми я не знакома, то есть клиентка впервые у меня, и по кутикуле вижу, что не все так гладко. Чтобы найти любую фрезу, которую вы видите сейчас на экране на сайте, нужно просто в поисковике ввести ее код. Я заказываю фрезы оптом от 10 штук, так как на сайте есть система скидок. Чем больше берете, тем меньше платите. Да я люблю, когда фрезы в сапасе, раз заказала и больше не думаешь. И еще одна фреза, это конечно же фреза шар, фреза для счищения кутикулы. В каждом видео вы видите на этапе счищения кутикулы именно эту фрезу, ее диаметр 5 мм. По поводу цены просили бюджетные фрезы подсказать. Не знаю, что в вашем понимании бюджетные. Я много перепробовала фрез и даже с Алиэкспресса заказывала и по 40 рублей. Скажу одно, бюджетные фрезы работают соответственно. Я беру, например, фрезу пламя за 91 рубль. Одна штука стоит 115 рублей, но я беру больше 10 штук, поэтому и цена ниже. Одной фрезы мне хватает на 10 клиентов. То есть себестоимость одной процедуры всего 10 рублей. При этом у меня чудесная фреза, которая шикарно справляется со своей задачей. Вот в принципе все, что мне нужно в работе. Но еще, конечно, полировщик бывает беру. Ссылку на интернет-магазин Маслицкий Нейл оставлю для вас в описании прямо под этим видео. Я с нетерпением прихожу к работе. Эта работа в прошлый раз вызвала много негодований. Советов было очень много, но у меня своя голова на плечах есть. Смотрите, как высоко точки в росте расположено. Покрытие уже ниже их и получается постоянно вот такие ступеньки. Не устану повторять, что с такой ситуацией чаще нужно являться на коррекцию. Но это лишь мои рекомендации. Я же не притащу клиента за руку и не скажу садись. Единственное, с мизинца слетело покрытие на второй руке. Но клиентка говорит, что как раз-таки за несколько дней до коррекции. Ноготь на мизинце благополучно отрастает. Несколько коррекций назад был анихолизис, отслойка ногтя от ногтевого ложа. Вообще эти ручки какие-то очень проблемные. Анихолизис здесь привычное явление. Но мы с ним боремся и понемногу побеждаем. Приступаю к снятию старого материала. На ногте указательного пальца ничего интересного. Здесь все хорошо. Небольшие отслойки по бокам, ниже точек в роста. Но это совсем не проблема. Тоненький носик фрезы отлично справляется и убирает все отслойки. А вот на ногтях среднего и безымянного пальца в прошлый раз был анихолизис. Так что снимаю здесь старый материал аккуратно, не спеша и очень внимательно. По фрезе. Работает супер. Очень быстро справляется со своей задачей. Я думаю, вы все прекрасно видите, как мягко и плавно работает фреза. Буквально несколько проходов и толщины старого материала уже нет. Действительно, качественный инструмент сразу показывает себя. Цена этой фрезы 749 рублей. Конечно, в оптовых закупке будет дешевле. Знаю, многие мастера объединяются в заказе, чтобы сэкономить. Цена, конечно же, не бюджетная. Ну, смотря с какой точки зрения смотреть. Но это долгосрочная инвестиция. Вам этой фрезы хватит очень надолго. У меня ни один твердосплав еще не вышел из строя. Просто выходят новинки и хочется заказать какую-нибудь новенькую фрезу. Но все мои старые твердосплавы в работе в любой момент я могу их использовать. Так что, купив один раз качественную твердосплавную фрезу, она вам прослужит верой и правдой очень долго. При условии бережного отношения и правильной дезинфекции и стерилизации. Тем временем я подбираюсь к опасному участку. Цвет мне уже не нравится. И уже в голове самые нехорошие мысли. Я безумно каждый раз переживаю. Если кажется, что я мега спокойная, нет. Я на самом деле очень переживаю при работе с такими ручками. Дохожу до натурального ногтя. Кстати, клиентке абсолютно не горячо. Старий материал убираю и открывается ноготок. Без пустоты он полностью срос. И второй ноготь. В прошлый раз здесь пустота была большая. Больше, чем на ногте среднего пальца. И толщину я имею ввиду свободный край. Когда еще есть толщина материала, тоже фреза убирает замечательно. Абсолютно спокойно. Не бьет, не тормозит. Все плавно и ровно. Добираемся до самого интересного. В кавычках. Конечно, можно было послать клиенту к врачу, как советовали многие из вас. Или отращивать ноготь. Это легче всего сделать. Избавиться от проблем. Избавиться от проблемного клиента. Но где гарантия, что она не пойдет к другому мастеру? Так что я никогда никуда своих клиентов не посылаю. Тем более здесь нет ничего страшного. Нет воспаления. Нет крови. Нет покраснений. Нет болевых ощущений. На ногте безымянного пальца пустота все-таки есть. Она осталась. Я ноготь над пустотой обязательно вырезаю, чтобы там все хорошо вычистить, убрать мусор и кожу, которая там забилась. Вот так было в прошлый раз. Эта прошлая коррекция мы делали 23 ноября. Сегодня 23 декабря, то есть спустя ровно месяц. На целевших ногтях придаю форму свободному краю. Обязательно прохожу пилкой по всем ногтям. Убираю глянец в троши части ногтевой пластины и убираю остатки от слоек. Ноготь вокруг пустоты удобнее всего зачищать фрезой шар. Я срезаю ноготь, который торчит, и который не удалось подцепить кусачками. Заодно шлифую кожу и убираю все лишнее. Конечно, если вы сомневаетесь, если вы в себе не уверены, не уверены в правильности своих действий, лучше не браться за такие ручки. Далее приступаю к маникюру. Кутикула тут тоже, на первый взгляд, не очень доброжелательная, но с ней тоже справимся без проблем. Апельсиновая палочка, отодвигая кутикулу, открываю под кутикульный карман. Отклеиваю кутикулу от ногтевого ложа. И теперь фрезой прочищаю. Эту фрезу я вам показывала в начале видео. И теперь посмотрите, как она здорово работает. Действия по выполнению маникюра абсолютно одинаковые. Сначала прохожу по ногтевому ложу. Я уже это как стишок рассказываю. Щечка фрезы работает по ногтю, но не давит на него. Я счищаю птериги, налипшую на ногтевую пластину, которой не удалось убрать пилкой. Далее спускаюсь, причищая боковушку, движениями фрезы от ногтя в сторону, открываю боковую пазуху, вычищая всю сухую кожу и потом шлифовывалик. Могу фрезой пройтись немного по ногтю, если вижу остатки или бугорки от старого материала. Далее опять работаю с кутикулой, но уже щечка фрезы работают с упором в кожу. Сейчас видео идет без ускорений, то есть вы видите работу моими глазами. Все то же самое только на реверсе и с другой стороны. Продолжение следует... Ну и теперь фрезой шар, убираю кутикулу. Кожа сухая, клинка по известным причинам постоянно обрабатывает руки антисептиком и весь рабочий день находится в перчатках. Это, к сожалению, сказывается и на ногтях, и на внешнем виде кожи. Поэтому такую кожу, конечно же, очень часто нужно увлажнять кремом. Это обе руки месяц назад. На второй руке и на ногте среднего пальца также анихолизис. И вот сейчас пустота значительно сросла вниз. Ну и наконец-то приступаю к покрытию. Наношу на все ногти кислотный праймер. Далее на все ногти наношу грунтовочный слой каучуковой базы. Хорошенько втираю материал в поверхность. Пустоту закрываю специальным противогрибковым и антибактериальным гелем. Это очень густой гель. Набираю небольшую капельку, переношу на ноготь. С апельсиновой пачкой, смоченной в обезжиривателе, утаптываю материал, закрывая пустоту. Гелем немного захожу на ноготь. Уцелевшие ногти укрепляю полигелем. Обязательно слежу, чтобы материал везде перекрывал точки в роста и от них выходил новыми ровными параллелями. А не уцелевший ноготь нужно сравнять по длине с уцелевшими. За один комок полигеля достраиваю длину и делаю укрепление. Фрезой выравниваю поверхность. Моя новая фреза с этой задачей также легко справляется. А ее тонким носиком удобно работать у кутикулы и по бокам. Пилочкой выравниваю торец. Не перепиливаю боковые параллели в погоне за более узкой формой. Точки в роста высоко. Я мысленно опустила точки в роста на тот уровень, где они должны быть. И от вот этих воображаемых точек в роста опиливаю свободный край. На все ногти наношу черный цвет, кроме ногтей, где будет дизайн. Цвет оставлю в один слой, поэтому сразу выравниваю кутикулу. На ногти, где будет дизайн, черный гель-краска, рисую абстракционный узор. Дизайн, черный гель-краска, рисую абстракционный узор. Продолжение следует... Наношу на узор серебристую втирку. Теперь все пустые участки закрашиваю черным цветом. На все ногти наношу вот такой зеленый гель-лак хамелеон. Кленка просто обожает блестки. Она их на все ногти наносит. По-моему, ни разу еще не было, чтобы она ходила с обычным покрытием. Каждый раз она у меня делает блестки. И этот же гель-лак наношу по бокам от прорисовки. А в ячейке между серебром наношу гель-лак кошачий глаз зеленый. Перекрываю, наконец-то, все ногти топа. Работа была сложная, требующая особой концентрации и внимания. Поэтому, конечно же, я устала и с облегчением выдохнула, когда все готово. Выполнили работу за 3 часа 20 минут. Но мы еще и болтали. А это отнимает достаточно времени. И вот такие у нас ногти получились. Напоминаю, ссылка на интернет-магазин Маслицкий Нейл будет в описании, прямо под этим видео. Проходите. Я о своих фрезах рассказала и показала их в работе. Если вам было полезно и интересно это видео, жду от вас лайки. Я очень старалась. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди много интересных видео. На сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok